АРУ ТВ Это достаточно разумен, если бы он применялся к фейковым новостям. Половина того, что говорят по российскому телевидению, это фейковые новости. Ну, чтобы не быть голословным. Вот на любом ток-шоу вы услышите, что не то Маргарет Тэтчер, не то Мадлен Олбрайт говорили, что у России слишком много нефти. И эту нефть надо России отнять и передать или Америке, или там всему человечеству. Это ложь. Выдумка стопроцентная. Никто никогда ничего похожего не говорил. Во всяком случае, никто не приводил точного источника этой цитаты. И никто не задавал этого вопроса. Ни Олбрайт, которая жива здорово, ни Тэтчер, пока она была жива здорово. Вот вам фейковые новости. План Даллеса, о котором прямо или криво часто говорят по российскому телевидению, что якобы в 50-е годы Ален Даллес, директор ЦРУ, или его брат Джон Даллес, который был госсекретарем, разработал план, который приняла Америка. И дальше начинаются цитаты из этого плана. Да, да. План Дропшит. Это еще в книге ЦРУ против СССР было написано когда-то очень давно. Мы сломим этот самый гордый народ, мы разложим их, мы привьем им разврат, пьянство. Действительно, в России, чтобы привить пьянство и разврат, необходимы усилия целенаправленные ЦРУ. Это правда. Известно не только, что это ложь. Известно, откуда эта ложь взята. Это цитата из романа советского писателя Анатолия Иванова, который после этого все взял и выдумал от начала до конца. И вот эту выдумку писателя Анатолия Иванова, значит, цитируют, до сих пор цитируют по российскому телевидению. Фейковая новость о том, если посвежее что-то брать, что если бы Россия не вошла в Крым, то туда вошли бы американские авианосцы. Это стопроцентная ложь от начала до конца. Кстати, это ложь, которая широко гуляет по телевидению, но Путин никогда официально этого не говорил, потому что одно дело фейки, которые гуляют в телевизоре, а другое дело все-таки заявление президента. Но народ таких различий не воспринимает, и поскольку это говорят в телевидении, то это воспринимается как официальная точка зрения. Фейковая ложь, что американцы никогда не были на Луне. Известно, что это ложь. Российские ученые, которые получали лунный грунт, многократно говорили, что это абсолютная ложь, чепуха. Бредовая выдумка, но голоса ученых слабенькие, а голоса телевизионных угнов сильные. Ну и так далее. Это можно без конца из самых разных сфер. Я уж не говорю о гораздо более опасных примерах фейковой лжи, когда проповедуют какие-то бредовые способы лечения, например, что просто реально вредно для людей. Вот если бы российское телевидение почистили от фейковых новостей, политических, социальных, медицинских, это было бы благое дело. Но никто этого, естественно, делать не будет. Естественно, не об этом законе, а закон о том, чтобы в интернете никто не смел выпускать фейковые новости или фейковую критику в отношении власти. Значит, действительно, в интернете часто гонят фейки, в том числе и против власти. Это тоже правда. Но зачем же закон-то принимать? Существует закон, давно принят о клевете. Ну-ка, давайте вслух. Тем более, что что-что российские суды всегда стоят на страже. На страже мира и труда, и на страже продуктов золотого, и на страже продуктов пригожина и так далее. Поэтому российский суд вас защитит? Нет, надо еще специальный закон принять. Кстати, сказать вопрос о фейках. А Государственная Дума – это что вообще? Это фейк или не фейк, как само учреждение? Ну вот, например, помощник президента Сурков в своей недавно знаменитой статье написал, что все эти институты, которые у нас есть, они же для заграницы. Это же так. Декорация, я цитирую не точно по тексту, но точно по смыслу. Это, в общем, для Запада, для Показухи, Потемкинские деревни. Мы же понимаем, что этого ничего нет. То есть помощник президента прямо или косвенно говорит, что государственные институты – это фейк. Где там фейковые новости? Значит, закон этот вредный и закон этот глупый. Что же касается второго закона Думы на тему «ты меня уважаешь», то об этом законе хорошо сказал Пушкин. Евгений Онегин, как известно, начинается со следующих слов, которые довольно точно характеризуют этот закон. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Но, боже мой, какая скука сидеть с больным и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя?» Вот это, я думаю, довольно точно характеризует отношение к этому закону. Вот я, запись эта производится с 7 числа, когда закон еще не принят, след на ответственности по этому закону я не несу. Он еще должен быть рассмотрен в Совете Федерации. Так вот я Государственную Думу Российской Федерации, равно как и Совет Федерации, глубоко презираю. Не просто не уважаю, а глубоко презираю и это учреждение в целом, и отдельных депутатов. Причем нет ни одного депутата Государственного Дума и ни одного члена Совета Федерации, который бы вызывал у меня уважение. Все они просто по статусу вызывают глубокое неуважение. С того момента, как они примут закон, я обязан их уважать или что? А вот и вопрос. Представим у нас с вами интервью через неделю или две, и вы уже будете внутренне себя самоограничивать? Или мы, как СМИ, интернет-СМИ, будем вырезать какие-то из вас кусочки, чтобы не попасть под закон? Вот как? Что будете делать вы, я не знаю. Я буду говорить то же самое по той простой причине, отнюдь не потому, что я герой, борец, диссидент и так далее, а потому что я думаю, что все-таки практика применения этого закона будет не такая, что если я скажу, я глубоко презираю депутата Жириновского, то меня в ответ на это потащат в суд, потребуют сначала, значит, там 30 тысяч рублей, потом 300 тысяч рублей, а потом его в тюрьму посадят. Я думаю, что такого все-таки не будет. Я могу сказать, как я всегда в таких случаях говорю, что мое личное мнение, это моя оценка, это мое оценочное суждение. Мое оценочное суждение заключается в том, что депутат Жириновский негодяй. Это мое оценочное суждение. Мое оценочное суждение заключается в том, что опубликованы сведения о том, что у него и его сына недвижимого имущества в Москве на 10 миллиардов рублей. И ни он, ни его сын в суд не подали и опровержения не потребовали. Исходя из этого, также из того, что он никогда не занимался бизнесом, я делаю вывод, что эти деньги добыты нечестным путем. Соответственно, к нему и отношусь, равно как и ко всей его многогранной деятельности. Это мое оценочное суждение. Я не думаю, что за такое оценочное суждение меня потащат в суд даже после принятия этого закона. В любом случае, я Государственную Думу и Совет Федерации не уважаю. И мое неуважение от того, что они приняли этот закон, естественно, становится еще больше. И уж никаким образом у меня не появляется уважение к тем учреждениям, которые запрещают говорить публично, что я их не уважаю. Более того, это вообще очень интересный закон. Эти учреждения существуют по моей избирателям милости. Я их избираю. Я из налогов оплачиваю их существование. И при этом я не имею права говорить, что я их не уважаю, презираю, в грош не ставлю и так далее. То есть эти люди хотят быть публичными фигурами, очень публичными фигурами. Хотят не вылезать из телевизора. Но при этом они хотят, чтобы они были с одной стороны фигурами публичными, а с другой стороны фигурами неприкасаемыми. Господа, на лобу выбрали уж одно из двух. Если вы такие тонкие, ранимые и нежные натуры, что грубые о вас высказывания поднимают вам давление, сахар в крови и лишают вас потенции, то тогда, может быть, не стоит быть публичными фигурами. Уходите в частную жизнь, и никто вас не будет ни оскорблять, ни презирать. А далее, если вы хотите быть публичными фигурами, то, может быть, вы иную сферу публичной деятельности изберете. Как-то клоуны в цирке, их тоже можно ругать. Их-то, в отличие от вас, можно ругать. Но они, в отличие от вас, не требуют от избирателя ни голосов, ничего. Просто заплатил билет, и все. А вы требуете, чтобы за вас голосовали. То есть вы слуги народа, как говорится. И после этого вы говорите, да, мы слуги народа, но если господин народ посмеет о нас худо сказать, то мы слуги этого господина в тюрьму посадим. Довольно интересная точка зрения, довольно любопытная позиция.